здравствуйте друзья салям алейкум алейкум и салям у нас друзья в гостях турчанка с донбасса верноподданная какого конкретно верноподданная турчанка вот турчанка злата в национальной это турецкий наряд не азербайджанский турецкий наряд вот и подарочная значит много мозгов значит шапочка у меня тоже из турции ну как вообще туркам в сакраменто живется скажите на нашем примере на нашем примере я думаю обычно так же как и всем остальным но у вас там не обижают там какие-нибудь другие группы населения другие турки нет ну может там какие-то другие там нет никто не обижает потому что очень близкий скажем так outlook к мексиканскому поэтому у вас у меня нет никто не подозревает мне всегда говорят вы с украины или из россии а как вам говорят как они догадываются акцент и когда на старбаксе пишут мое имя сразу первый вопрос вы с украины и из россии а старбаксе где пишут на чашечке пишут имя сразу спрашиваю злата да то есть они привыкли к этому имени то есть не спрашивают не из польши там нет не спрашивают нет никогда кстати имя никогда не слышали ну как там нельзя и всегда мне говорят а вот у меня есть подруга надежда тоже из России наверное на мой слух злата это достаточно польское имя да это польско-еврейское имя то есть им и нам хорошо то есть чтобы никому не обидно было так как вам вообще сакраменто в целом город рида речку ходили на речку ходили довольно нормально там прохладнее чем в самом городе в городе очень жарко особенно когда жарко то очень жарко доходит до по Цельсию 43 наверное но сухо там или мокрое? сухо влажности абсолютно нет сухо сухая жара ну это легче легче переносить чуть легче да но хорошо по сравнению с Турцией вы там где-то в каком месте Турция были там на сирийской границе? да мы жили там в основном там тоже жарко было там было тоже жарко но была влажность 80-90 процентов почти вот с точки зрения вот люди по улицам ходят улыбаются и говорят там здоровенькие булы вот там как вот если Сирию сравнить с сакраменто это была Турция не Сирия а Турция я думаю там люди были может немножко даже подружелюбнее особенности в округе где ты живешь примерно тебя начинают знать через пару недель особенно если ну как бы Форендер Форендер да да тогда особое внимание уделяется и больше интересно то есть когда странцам больше внимания? конечно намного о как интересно и город маленький поэтому как то больше не знаю как сказать больше дружелюбие скажем так в огромном мегаполисе я думаю вообще в районе там люди теряют хорошо теперь значит то есть не тянет обратно в Турцию с какой то стороны с той стороны что мы прожили там дольше немножко скучаю и скучаю по еде и по некоторым друзьям но так прямо чтобы развернуться и уехать обратно я бы не уехала а в Донбасс не тянет? нет то есть ну вы там в шахте же не работали нет я в шахте не работала ну Донецк он как бы не знаю скучный город скучная архитектура никакого бы и профессионального роста там не было а в какой профессии вы хотите расти? я думаю в профессии графического дизайнера окей но в Турции была возможность графически дизайнировать? да я там работала правда? да так что дизайнировали? я сделала лого для сейчас я вспомню по-русски береговой охраны военной организации? да но они приняли ваше лого или вы так его сделали а они потом говорят ну его нафиг нет они приняли хорошо и еще я сделала лого для кафе тоже пользуются? да они пользуются хорошо так может вы для нас там лого какой то сделаете? я бы сделала карты компьютерскую а как вы видите наше лого? если вы заплатите я вижу его в хорошем цвете нет у нас сейчас кораблик такой с парусами ну надо посмотреть я на самом деле ваше лого не помню но может быть я бы его поменяла на что-то более лучше могу вам показать свое портфолио после видео хорошо с собой ношу хорошо вот нас смотрят много народу и в Сакраменто тоже кстати тоже смотрят у нас есть у нас есть зрители в Сакраменто вы что-то хотите может быть сказать там вот там типа в гости приходите или например зовите на барбекю или там если у кого подработка есть так я тут я бы сказала отвечу на вопрос о подработке да если у кого то есть пишите в коммент под видео и да можно подружиться тоже давайте вот что сделаем у вас есть аккаунт на ютубе? да ну в гугле есть в гугле да джмл да но если у вас есть аккаунт на ютубе значит у вас есть аккаунт на ютубе вы просто должны нажать на ютуб и окажетесь в ютубе да таким образом вы можете поставить комментарии от себя под этим видео сказать это я и тогда вам могут в личку писать напрямую окей хорошо вот так что вы тогда проверяете личку ютуба а вы не хотите сделать блог допустим там турки в Сакраменто не знаю их кстати тут почти нет ну я имею ввиду в Сакраменто нет в основном в Дэвисе и в основном это студенты которые приезжают и уезжают то есть в Дэвисе есть турки в Дэвисе да много но они в основном учатся в колледже да это университет который от Сакраменто минут 15 езды только ребята кто не знает там рядышком совсем ну что же хорошо Дэвисе это маленький городок вообще как там с работой в Сакраменто что происходит в Сакраменто работа есть но в основном работа на государство то есть это может быть какая угодно работа ну то есть любая это может быть инженер это может быть аналист это может быть аккаунтент кто угодно но в основном работа на государство то есть там особо такого супер ресторанного бизнеса чтобы было там прям lots of employment или чего-то такого подобного нет а как же госслужащие не ходят в рестораны что ли? ходят но как бы если говорить в широком таких прям в числах ну это не туристическое место видимо нет абсолютно просто в Сан-Франциско например там за год там полтора десятка нет там миллионов я не помню сколько там семь восемь или четырнадцать называли цифры я не помню да Сан-Франциско туристов много миллионов туристов поэтому там конечно ресторанный бизнес по-другому работает Сакраменто ну несмотря на то что это столица Калифорнии я не знаю особо туда людей прям туристов не тянет полусонное такое место следует да ничего особенного там не происходит поэтому да работа в основном на государство потому что много компаний сосредоточено так как это столица то есть много государственных учреждений уровня штата или федеральные тоже есть федеральные тоже есть ну что же хорошо то есть вы ну вы хотите там оставаться или хотите куда-то двигаться потом мы бы переехали в Баэрию потому что все-таки поближе к океану в Сакраменто немножко лично нам скучновато и жарковато а в Турции? если уже жить в Калифорнии ближе к морю в Турции у вас был океан рядом? в Турции мы жили на Средиземном море и мы жили получается через дом от самого моря вот прям можно сказать да две минуты полторы минуты ходьбы от нашего дома но море в смысле там набережная или прям песочек там набережная не пляж набережная а потому что мы жили как бы в Донтауне там нельзя купаться для этого нужно ехать за город а ну то есть поэтому там была набережная с лавочками там с камешками погулять можно было да и парковая линия для променада окей но то есть влажность была а купаться нет ну не в центре города ну да ну вообще было где искупнуться там море тёплое да море тёплое и мы ездили на пляж за город а там не было такого вы сколько уже у нас тут в Америке то четвёртый месяц окончался значит вы в самый разгар вот этой беженской лавины из Сирии из Сирии да значит у вас там они как где вы там были в том городке а у нас довольно много это вообще город был больше арабский чем турецкий там говорили по-арабски больше чем по турецки потому что границе много вот этих всех ну да смешANe населения смешанного населения наши соседи были половина сирийцев беженцев половина был и турки которые говорят в основном по арабски а тут такое даже есть да они говорят все по турецки но они предпочитают говорить по-арабски То есть могут? Абсолютно, да, свободно. Дети, родители, все говорят абсолютно. Ну как интересно. Так они там вообще набожные реально? Верующие? В смысле турки? Турки? Нет. Ну как, они верующие, но не набожные. То есть, ну, религия предполагает, например, молитву пять раз в день, но никто этого не делает. Они все верят в Аллаха. Все как бы любят его и признают и так далее. И соблюдают cultural events. Да. Но они не прям там молятся и соблюдают вот эту линию религию. То есть они не такие соблюдающие, чтобы прямо до точки там? Я бы сказала абсолютно не соблюдающие. А могут так рюмочку пропустить? Нет, в основном не пьют. Окей. Вино и может пиво, но пиво это те, которые вот, например, возрастом моего мужа и живут в больших городах. Так в основном не принят. Не принят. Нет. А женщина так закрывается? Нет, лицо не закрывает никто. Некоторые покрывают волосы, но никто не одевает черный хиджаб. Они одеваются нормально, как я, но могут покрыть волосы каким-нибудь там в цветочек. Красивые девчатки-то? Зависимости на самом деле. Турция, она как бы состоит из разных частей. То есть это часть на Черном море, часть на Средиземном, часть на Игейском, часть на мраморном. Мне люди больше нравятся, они такие европейские. Подожди, а посредине кто-нибудь живет? А посредине это называется Анатолия. Так. Вот. На самом деле от каждой части турки выглядят по-разному. И у них немножко разная культура. Ну феска-то всюду сгодится или надо менять? Феска всюду сгодится. Что моя, что ваша. Ну ладно, тогда хорошо. Тогда хорошо. Так если нас кто-нибудь из Турции смотрит, например. Вы им чего так? Может скажите что-нибудь там? О, конечно, хорошо. Да. Так. Для любого человека, кто смотрит меня по-разному. Да по-разному может. Я бы скажу. Мерва Лар. Кардыш Лар. Насел Сынес. Сильно. Это убеждает. Да. Убеждает. Ну, я не знаю, что еще спросить. Надо, чтобы они ответили. А что на английский-то перешли? Потому что они же по-разному не будут говорить турки. Да нет, это же наш канал смотрит-то. У нас канал-то русскоязычный. А ну... Если может там кто в Турции. Может из Киргизии, кто там, не знаю, из Казахстана. Там много народу. Но они что по-турецки не будут говорить? Нет, вы по-русски. А, киргизм из Казахстана? Нет, киргизм из Киргизии, казахм из Казахстана. Все они сейчас в Турции. Вот тем, кто в Турции, скажите что-нибудь. Хорошо. Всем тем, кто в Турции, я повторю еще раз по-турецки. И марабар-кадашлар. Насл сын. Надеюсь, у всех все хорошо. И ответы можно писать на турецком подвиге. Это можно так вино назвать. Как-то первые два слова, как вы сказали? Первое, это было марабалар, это здравствуйте. Марабалай. Марабалар. Марабалар. Аркадашлар. Аркадашлар. Хорошее название для вина. Во множестве. Красное вино. Хорошее марочное красное вино. Хорошая идея коммерческая, если кто-то хочет. Хорошо. Нет, это не для нас. Так. Ну, что же. Я думал, может быть, вы знаете, что? Все-таки у нас вот этот народ, который интересуется эмиграцией, как люди живут в разных местах. Как люди живут в Сакраменто? В Сакраменто жить довольно удобно, дешево, относительно, если смотреть по Калифорнии. У меня прям особого опыта по всем городам нет. Но насколько я знаю, да, дешевле жить, чем в Берри или в Саутен-Калифорнии. Вот. По поводу еды, на самом деле, много американцев, особенно те, которые из других штатов, они не любят еду в Сакраменто. Они любят еду в Саутен-Калифорнии. В Южной Калифорнии? Да. А что там не то с едой? Это чисто американская какая-то стейт и там что там они кушают? Еда такая же и мексиканская, и китайская. Да, просто они говорят, что quality low. Так может быть там, поскольку дешевле, и люди не платят больше, а платят меньше, то может быть это связано с качеством? Ну как бы, в принципе, да. На самом деле вкусно, если есть подороже. Да. Вы меня понимаете этот анекдот, как евреи, не жалейте заварку. Да. Будет лучше чай. На самом деле на еду, да, не жалеть. И что я еще выучила, живя здесь, что в США лучше есть органическую еду. Но это не будет дешевле. Нет, это не будет дешевле. Но это будет полезнее. А вкуснее или только полезнее? На вкус отличаете? Ну и есть немного, да. Друзья, вы, может быть, заметили, что Злата и я тоже, мы похожи не только нашими фесками, но может быть, вообще что-то есть в лице общее. Я не знаю, много у нас крови общего. В общем, я сейчас скажу, значит, Злата – это внучка моего троюродного брата. Можно так сказать? А не троюродного? Нет. Ну конечно нет. Троюродного. Я хоть попробовала. Это неважно. Троюродного брата. Я его никогда не видел, честно говоря. Но я, собственно, и Злата никогда не видел, пока она не приехала в Америку. Да. В скайпе видел до ее приезда. Но вот я хочу сказать, вот так весь мир, друзья, полон родственников. Да. Если перейдите в США, не зовите всех родственников туда. Для исключения. Ну почему? Если кто-то захочет, пусть зовет. Тут проблема не в том, чтобы звать родственников, а проблема в том, что вроде их позвал, так и не пускают. Вот проблема-то. Ну это да. Ваша мама не хочет в Америку? Не особо. Она не говорит там, устраивайтесь, я тоже приеду. Нет, на самом деле, я ей предлагаю. Она как? Она не рвется. Она хочет в Израиль переехать. А там чего? У нее там родная сестра живет, она хочет как-то поближе. Так пусть едет. А чего же она не уехала? Она маме, кстати, подала документы. А, ну то есть мама в процессе. Да, я думаю, она скоро уехала. А потом я заберу сюда. А сейчас она, подождите, где? В Украине, в Западной Украине. А, они уехали из... Из Донецка. Из Донецка. Уехали и где же они теперь? Моя тетя. Мамина младшая сестра живет в Иерусалиме. Так. Но мама не поехала к младшей сестре, а поехала на Западную Украину. Да, потому что у нее там были знакомые, которые помогли нам там. Ну где? Есть название какое-нибудь? Мукачево. Мукачево? Не Мукачево? Мукачево. Мукачево. Я думал Мукачево. Да, Мукачево. Ты смотри. Оттуда же все в Израиль уехали, а теперь, значит, ваши подтягиваются из Донбасса. Да. Ну мама не тоскует по Донбассу, как ей там? Она что-то там хлебнула или просто так уехала по-тихому, чтобы ей досталось там как-то или так? Ну как в финансовом положении, да, и в положении, как это говорится по-русски? Как это будет по-русски? В недвижимости. Пострадала недвижимость. В смысле в цене или разрушили что-то? А не разрушили просто, она там осталась и возвращаться туда как бы особо не получается. То есть пропалась. И продать ее тоже, да. Ладно. Ну хорошо. Зато все живы целы, правда же? Да. А недвижимость, она не движется ж никуда. Так стоит все и стоит. Да. Хорошо. Значит, иммиграционный процесс продолжается. Знаете, как была песня в наше время, где там есть у революции начало, нет у революции конца. Вот так и иммиграция, она когда-то началась, а теперь продолжается. Знаете, был такой, вы другого поколения, вы не знаете наших анекдотов. Нет, нет. Вот был такой анекдот, за что Гагарину поставили памятник в Тель-Авиве. Причем я даже не знаю, есть ли на самом деле. Я не знаю. Я думаю, что нету. Но за что ему поставили памятник в Тель-Авиве? Потому что он первый сказал поехали и махнул рукой. И поехал. А вы не знаете, песня была такая про Гагарину. Он сказал поехали, он махнул рукой, словно вдоль по питерской питерской пронесся над… не помню чем. Я не думаю, что я родилась еще тогда, когда была эта песня. Нет, вы еще не родились. Ну вот так. То есть, вам только анекдоты рассказывать-то. Нет, когда я была уже в возрасте 13 лет, я слушала Рикки Мартина. Да. И что там? Американец, какие-то там у него были песни. Т.е. Пахмутова. Слышали такое? Нет. Ну и ладно. Со мной без того об этом думают. Другое поколение. Друзья, в общем, не буду больше не рассказать анекдоты, а то я оказываюсь в дурацком положении. Давайте мы вот что сделаем. Мы поприветствуем наших зрителей и помашем ручкой и скажем «пока». Можно сказать по-турецки? Да я по-турецки скажу. Окей, эм... Як шам лар. Як шам лар. Гюле-гюле. 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 Это типа «бай-бай». Гюле-гюле. Гюле-гюле. Ну ладно. Продолжение следует...